доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы отслеживаем как наш сайт посещают наши уважаемые коллеги контрагенты и видим какие запросы они пишут при поиске и заходе на наш сайт очень часто последнее время стала появляться такая фраза где пройти обследование в курске где пройти обследование в красноярске где пройти обследование психологическое в ростове-на-дону и так далее соответственно в общем то ответ на этот вопрос у нас есть для вас соответственно мы заходим на наш сайт видим наш информационный бюллетень щелкаем на него и попадаем на страницу собственно информационного бюллетеня нажимаем скачать и у нас с вами открывается собственно сам информационный бюллетень в этом информационном бюллетене вы его можете скачать и почитать его он оффлайн как говорится в этом информационном бюллетене на странице номер 5 дан ответ на этот вопрос настоящий момент на март 2017 года на территории российской федерации созданы и функционируют 23 лаборатории психологического обеспечения. Далее ЛПФО. 10 из этих психологических лабораторий функционируют на всех 10 атомных станциях Российской Федерации. И вот здесь вот они перечислены. Всего атомных станций в Российской Федерации 10. По названию уже видно Дальний Восток, Урал, Кольский полуостров, Курск, Ленинградская атомная станция, Ростовская, Смоленская и так далее. Вот наши контрагенты могут обратиться на любую, значит, вернее не так, не наши контрагенты, а люди, заинтересованные в прохождении психологических обследований для работников своего предприятия на потенциально опасных каких-то производствах, связанных с опасными видами деятельности, эмизирующими источниками, излучения приборами и так далее, и так далее, и так далее. Они могут обратиться на любую из этих атомных станций и, соответственно, за денежку пройти там обследование для своих работников. Кроме того, это вот основные точки, да, приложения лаборатории психологического обеспечения. Кроме того, значит, лаборатория психологического обеспечения создана на других предприятиях. Всего, по нашим оценкам, лабораторий психологического обеспечения должно быть порядка 800. Вот здесь это 812 предприятий различных сфер деятельности в силу определенных причин, связанности с теми или иными источниками иммунизирующего излучения. В России должны иметь в своей структуре такие лаборатории из-за, благодаря, из-за приказа 532-го. В буклете, информационном бюллетене это все изложено. Соответственно, кроме вот этих 10 лабораторий на каждой атомной станции, еще 13 лабораторий создано. Они находятся в таких городах, как Железногорск, Новосибирск, Ангарск, Новоуральск, Лесной, Снежин, Трехгорный и так далее. Общее направление я вам указал. То есть, понятно, что это крупные предприятия, связанные с атомной энергетикой в Российской Федерации. Но можно поискать и другие. Кроме того, значит, можно попытаться найти лаборатории на каких-то транспортных предприятиях. РЖД в свое время. Сейчас я не знаю, занимаются они этим, не занимаются. По крайней мере, в недалеком прошлом, года 4, наверное, 3-4 назад лаборатории такие существовали на некоторых узловых станциях железнодорожных. Я думаю, в Москве, в Екатеринбурге, я знаю, такая лаборатория была. При Российской железной дороге. Там можно найти такую лабораторию, обратиться в нее. Это как бы общее направление. Ну, кроме того, значит, существуют иногда лаборатории, это единицы буквально, на каких-то нефтегазовых предприятиях. То есть, основное это атомные предприятия, и, значит, транспортные, единичные, и нефтегазовые. Авиационные еще предприятия. На некоторых была попытка, но она так заглохла, создать такие лаборатории на авиационных предприятиях. Это общее направление поиска для наших, как бы, для людей, кто испытывает потребность получения такой справки. Разрешение от Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии. Надо сказать, что за исключением вот этих 10 атомных станций, на которых есть лаборатории, и нашей лаборатории, не побоюсь этого слова, соответственно, все остальные лаборатории находятся в крайнем плачевном состоянии. Ну, может быть, полноценно в той или иной мере функционируют 2-3 из них. То есть, если говорить об этих крупных городах Железногорск, ну, в Железногорске более-менее, в Новосибирске вообще труба, в Ангарске тоже труба полная, значит, Лесной, Томск-7, там такие предприятия, вот, Железногорск, Томск-7, Лесной, более-менее лабораторий, там 1-2-3 человека. А мы вот живем и оказываем такую услугу в городе Новоуральске. Вот, собственно, я попытался ответить на поисковые запросы, которые приходят на наш сайт, по поводу, где же, где же пройти психологическое обследование и получить справку соответствующего образца. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!